Всем огромный привет! Я Татьяна Бугри и добро пожаловать на мой канал. Борьба продолжается между техниками наращивания ногтей. Что же все-таки проще, лучше и удобнее? Нижние формы или верхние формы? Я с удовольствием поразмышляю над этим вместе с вами. Видео будет очень увлекательным, интересным и полезным, поэтому жмите сразу лайк и поехали! Я мастер маникюра, который уже более 10 лет работает с нижними формами, но с удовольствием тестирую и пробую что-то новое. Для видео это приходится делать гораздо чаще, чем хотелось бы. Это своего рода дискомфорт, потому как нужно время, практика и опыт для того, чтобы научиться работать в той или иной технике, разным способом, разным материалом. И когда он меняется слишком часто, ты не успеваешь привыкнуть и сконцентрироваться на чем-то одном. Так как я работаю уже долго с нижними формами, они мне более чем понятны. И я могу сказать, что лично для меня в этой технике наращивание выходит точнее, быстрее, и от этого для меня лично проще. Но новички индустрии, видя танцы с бубнами, с подрезанием форм, держатся от этой техники в стороне. Тем более, когда появилась техника с верхними формами на тех же видео на просторах интернета, все так круто получается, положили акригель, приложили к ногтю, вуаля, готово. И тут я, как новичок в этой технике, почувствовала себя на вашем месте по ту сторону экрана. Ну, конечно же, я думаю, в смысле, просто приложили и все, готовый ноготь. Так не получается, я пробовала. Ступенька тут, ступенька там, все повываливалось, ноготь прилепили кривым, воздух попал под форму. И опил все-таки тоже нужен, только в других местах. А подрез формы заменился на подбор формы по размеру. Иначе, если выберешь неверно, ноготь сломается. Нюансы есть и там, и там. И точно скажу, что без опыта работа и там, и там кропотливая. Но для тех, кто хочет развиваться в индустрии, это стоит освоить. Я вам покажу сегодня и ту, и другую технику со всеми нюансами. А вы напишите в комментариях, посмотря это видео, что для вас показалось проще. Очень интересно будет почитать. Начнем с подготовки ногтей. И для наращивания что на нижних, что на верхних формах, оно одинаково нужно выполнять подготовку, маникюр. По хорошему счету, для того, чтобы материал не отслоился, нужно лишь взирошить чешуйки ногтевопластины и убрать птериги с нее. Но за 10 лет индустрия шагнула вперед, и теперь мы выполняем самый красивый маникюр. Убираем весь сухой эпителий, обрабатываем всю кожу вокруг ногтя. С чем наши работы стали намного эстетичнее и опрятнее. Перед самым наращиванием и там, и там нужно подготавливать ноготь. Наносим обезжириватель, праймер и наносим базу тонким слоем. Сушить ее удобнее и комфортнее для меня, например, отдельно от любых этих форм. В это время, пока сушится база, начинаем подбирать формы по размеру или подрезать бумажную. Для чего это нужно? Если мы так, как есть, подставим форму, останутся зазоры между ногтем и формой. Материал туда просочится, будет ступенька снизу, а сверху недостаток материала и в точках вроста ноготь лопнет и сломается. Поэтому мы и делаем вырез под гипонихий. Такое углубление по центру. Так мы подвинем форму в стык и закроются эти места с зазорами. По видео все просто, правда? Но неопытные руки ломают форму, зажимают ее слишком сильно. Но не расстраивайтесь, все приходит с опытом. Всему нужно и можно научиться. Формы сейчас также помогают нам ориентироваться. Там выполнены разные насечки, центральные оси, разметки. С помощью индивидуальных вырезов можно подставить форму под любой ноготок. Еще пара надрезок по бокам и форма стала к ногтю как нужно. На этом самое сложное в работе с нижними формами закончилось. Что же в это время у нас происходит с верхними формами? Без опыта работы с этим материалом тоже получится все далеко не с первого раза. Примеряя к ногтю форму без материала, видим, что она вроде бы как подходит. Но это же не жидкая типсия. И верхней формой мы задаем всю толщину материала. А значит, чтобы материал все же находился у нас в боковых стенках, в точках в роста, форму нужно выбирать чуть больше, чем ноготок. Что касается наращивания этим способом абсолютно на любой ноготок, не всегда есть настолько широкие формы в наборе, как ноготь может быть у клиента. Или, например, наращивание на слегка трапецевидный ноготь, в котором важные точки в роста мы закрыли, боковые стенки имеют толщину. Но уже ближе к кутикуле эту форму мы не подвинем, так как ширина формы больше, чем ширина этого ногтя у кутикулы. И весь материал зальется просто на кожу. Далее, форму с материалом нужно придавить, усадить на ноготь. Поэтому глазомером нужно и рассчитать количество акригеля, чтобы он не повылазил со всех щелей. Или наоборот, внутри не осталось огромного пузыря с пустотой. Все, что вылезло, убираю кистью, пока сырое. Снизу не забываем также разгладить, там тоже ступенька выплывает от нажатия. И вот когда все это дело выгладили, вот тогда отправляем в лампу. Работать с верхними формами мы можем только таким материалом, как акригель или полигель. Что происходит с материалом на нижних формах? Форма, если плотно встала, закреплена, то подложкой из геля мы задаем длину и форму нашему будущему ноготку. Можно это делать как гелем, так акригелем, так и акрилом. Можно ляпнуть сразу всю толщину материала. Но я не советую. Подложку мы сейчас подсушим, снимем форму, опилим как натуральный ноготок до идеала и потом смоделируем основной объем в технике без опила. Опил будет совершенно незначительным, если опять же у вас набит глаз на точную выкладку подложки. После опила убрали пыль и тем же моделирующим гелем создаем архитектуру. В технике без опила это выполняется ровно так же, как и в выравнивании базы для гель-лака. А это уже практически все освоили. Разница только в том, что гель чуть более вязкий, ему нужно больше времени, чтобы самовыровняться. Если форма подставлена была корректно, то зажимом я не пользуюсь. И на этом наращивание нижними формами завершено. Тем временем наши манипуляции с верхними формами на этапе просушки развиваются следующим образом. Снимаем форму, в отличие от бумажной, она многоразовая, поэтому никуда ее не выбрасываем. Снимая ее, мы видим идеально ровную глянцевую поверхность. И это было бы чудом, если бы нам удалось поставить ее ближе к кутикуле. И на этом процедура была бы завершена. Но сейчас у нас там ступенька. В остальном мы здорово подобрали форму по размеру и форму по форме. Не знаю, как заменить эту тавтологию. Если думаете, что геморрой в подрезе форм случается только с нижними формами, то уж нет. И здесь тоже срабатывает индивидуальность каждого ноготка. А многоразовые универсальные формы довольно стандартные. И вот выбрав нужный размер для точек в росте боковых стенок, форма ну никак не становится в районе у кутикулы. Можно подрезать и эту форму. Пластик здесь мягкий. Но будет ли она тогда такой же универсальной для других ногтей? Короче, тут тоже есть загвоздки. Но мы подстроились и наращивание выполнили. Что остается дальше? Опиливаем пилочкой свободный край. Он практически такой же идеальный, как и в варианте с нижними формами. Но на этом опил у нас не заканчивается. Твердосплавной фрезой с тонким носиком довольно быстро убираем этот выплывший из формы бортик. Именно из-за него мы не могли подогнать форму под кутикулу. Представляете, что все это вылезло бы прямо на кожу. Как это оттуда потом выковыривать не представляется возможным. Поэтому мы сделали такое отступление. Но появляется следующий момент и следующий этап работы. После опила мы убрали пыль. И ту часть ноготка у кутикулы, которая осталась совершенно голенькой, нам нужно достроить гелем. Здесь тоже нужен глазомер, чтобы не набулькать лишнего туда, где материала уже достаточно. Нам нужно выстроить и плавно свести на нет только зону у кутикулы. Здесь работа по одному ноготку для того, чтобы сделать это выравнивание достаточно точным и избежать дополнительного опила. В целом и те, и другие ногти у нас готовы. Дальше уже время выполнения зависит от того, какой дизайн вы хотите здесь выполнять. Очень жду комментариев, какое впечатление у вас от этих двух техник наращивания, с чем работали вы и какое из наращиваний вам показалось проще по видео. И там, и там я рассказывала вам о нюансах, которые происходят в работе. А теперь моя любимая часть. Это фотография. Помните, что случится скоро? Да-да, мой бесплатный мастер-класс 20 правил идеальной наилфото. Увидимся с вами 17 ноября в 13.00. Под видео есть ссылка на регистрацию. Кто еще не услышал, не узнал, не попал, обязательно регистрируйтесь. Пройдет вебинар через YouTube в комнате Бизон, поэтому регистрация обязательно. Зарегистрировалось уже более 10 тысяч человек. Я расскажу вам все об ошибках, которые мастера маникюра допускают в фотографии своих работ. Наглядных примеров будет много. Например, выставлять декор на первый план, перебиваете работу, не выставлен каждый пальчик. Это тоже ошибка. Это должен делать не клиент, а вы. Каждый-каждый пальчик нужно выставлять. Как ракурсом можно скрыть дефекты пальчиков. Примеров будет сотни. Огромная презентация. Если вы хотите вести красивый инстаграм и привлекать новых клиентов, то приходите на бесплатный мастер-класс. Будут еще и подарки. Всем, кто будет в прямом эфире, подарю список лучших заказов для идеальной наилфото. А также сертификат участника. Ну и главная новость. Я разыграю большой бугри-бокс с лампой. И слушатели эфира. Выберу случайным образом. Может быть, это будете вы. До встречи 17 ноября в 13 на 0 по Москве. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok